доброго дня уважаемые коллеги уважаемые подписчики зрители канала с вами консультант решения верный рф сергей масляхин сегодня у нас разговор про сферы применения беспилотных летательных аппаратов а точнее беспилотных авиационных систем потому что это как раз комбинация беспилотных летательных аппаратов вместе с системами управления наблюдения мониторинга и так далее так далее то есть программно-аппаратный комплекс и включая оператора соответственно и так в каких же на основных сферах на текущий момент и в ближайшей перспективе будут использоваться наши беспилотные авиационные системы ну понятно что самый естественный первоначальный путь самое первое что приходит на ум это конечно использование вместо человека в мониторинге да то есть в осмотре в наблюдении в регулярном скажем так надзоре да за какими-то объектами то есть бпла могут басы беспилотные авиационные системы могут часами сутками насколько хватит аккумулятора и собственно говоря работоспособности системы наблюдать за протяженными объектами за труднодоступными объектами и так далее так далее то есть заменять человека там где собственно говоря попала не устают и им не требуется кроме аккумулятора там времени отдыха и пищи и так далее то есть они могут осуществлять мониторинг в топливно-энергетическом комплексе как правило да это все линии электропередач допустим трубопроводы продуктопроводы нефтегазопроводы и так далее так далее могут в принципе смотреть за инфраструктуры железной дороги могут смотреть за волокон оптическими линиями связи то есть если они у нас на наземной прокладки на опорах да вот за любой собственно говоря проводной сетевой инфраструктуры они могут наблюдать да соответственно они могут выполнять как регулярные облеты вот этих самых протяженных объектов и труднодоступных объектов да многие часто наверняка видели что опоры линий электропередач находится и в горах и в ущельях да и в лесу и при разной погоде собственно говоря доступ человека сопряжен с трудностями опасностями рисками и с повышенной например оплатой за сверхурочная работа заработать ночное время например да или там выходные и так далее в празднике а собственно говоря беспилотником это абсолютно неважно вот соответственно что могут мониторить дроны мониторы могут дрон мониторить дроны могут утечки но различные коррозии повреждения с точки зрения инфраструктуры сетевой компании это явно выраженные обрывы упавшие на линию электропередачи дерева покосившиеся опора например да нарушены там в результате урагана или падения чего-нибудь вот поскольку беспилотник может быть оснащен тепловизором он может быть оснащен камерой он может быть подсоединен к ситуационному центру к центру обработки данных в которых нейросетевая модель сравнивает например то что видит видеокамера или тепловизор с неким шаблоном образцом до того как он должен выглядеть то есть в принципе нейросетка может определить отклонение от идеального модели от образца какого-то например там объекта да увидеть там вместо четырех проводов три один провисший например да или оборванный покосившуюся опору и так далее так далее нарушенную там не знаю геометрию да там повышенное тепловыделение тепловизорами или например где-то там я не знаю в столб чего-нибудь да не дай бог до горячей воды или там ну газа прорвавшуюся это уж конечно вообще там нонсенс да там утечки разнообразные да то может находить вот то есть в принципе в любые аномалии температурные физические геометрические то есть любые как бы параметры он может собственно говоря дрон определять соответственно он может проверять инфраструктуру на регулярной основе обследовать там ну я не знаю нефтяные платформы находящиеся там скажем в море при работе на шельфе газовые установки качалки тут турбины все что угодно любые объекты в той с точки опять же в том числе с отсутствием человеческого фактора до соблюдением ну то с не скажем так с не подверганием человека риску да то есть например работа на высоте в опасных условиях особенно если ну какая-то авария да то есть собственно говоря для этого дрон не жалко человеческой жизни ну она извините меня не соразмерно важнее да с точки зрения сравнения человек и дрон да то есть вот буду приводить такие например параметры понятно что дроны могут выполнять эти задачи быстрее с меньшими затратами они исключают человеческий фактор как правило снижается риски ошибок повышается безопасность да то есть мы исключаем когда человека например данном случае системы понятно что первоначальные инвестиции в оборудование беспилотной авиационной системы могут оказаться высокими да но с точки зрения затратной эксплуатации да то есть это минус заработной платы собственно говоря человека который ходит ножками и проверяет что-то когда мы говорим например о сетевой инфраструктуре ну понимаете да то есть линии электропередач высоковольтные линии кабельные линии ну наверное все таки наземный способ прокладки либо подземный способ прокладки там где выходит на поверхность и соединяется ну допустим подстанции трансформаторные да различные ну скажем газораспределительные пункты да переходы на высоте там обход каких-то препятствий и так далее то есть он в принципе может тоже их наблюдать да вот ну не говоря уже про разветвленную инфраструктуру железных дорог и всех их коммуникаций коммуникации связи коммуникации подачи электричества сохранность пути путей самих да там путепроводов но вот например есть такая интересная задача у сетевой компании очень часто возникает необходимость проверять различные замыкания да ну понятно что это наверное не короткое замыкание хотя в этом случае тоже может быть там например в результате попадания птицы да там где изолятор или там между проводами например да или падение дерева а или какого-то другого нарушения иногда изоляторы просто выходят из строя в течение там длительного срока службы да возникают замыкания иногда короткие это очень серьезные повреждения а иногда так называемый озз однофазное замыкание на землю да это когда собственно говоря между фазного замыкания не происходит а вот один из трех проводов замыкает на землю да и происходит утечка соответственно это определенные потери да с одной стороны для сетевой компании хотя говорят незначительные землю не так много уходит но упавший например провод который контактирует землей или там не знаю с деревом особенно в мокрую погоду да или с каким-то объектом смотря куда этот провод упадет он создает опасность для приближающегося человека или например того же самого да домашние там домашние скотины или диких животных да то есть если там одна фаза например в сетях среднего напряжения да это скажем может быть 10 киловольт например да ну собственно говоря это убийственное напряжение я уже не говорю про сети среднего напряжения там 2 и высокого напряжения вот там уже довольно серьезные происходит 110 киловольт 300 киловольт ну как правило это зачастую сейчас кабельный подземный способ прокладки но вы по на самом деле такое такие высоковольтные 330 киловольт 110 киловольт да они все равно 220 киловольт они все равно надземным способом проходят особенно вне европейской части россии например вот соответственно для определения таких вот этих озз односторонних замыканий на землю на сегодняшний день сетевые компании используют что называется дедушкин метод да то есть идут люди ножками за ними едет там не знаю уазик буханка там или другой другой вид транспорта да сопровождает их они ищут визуально повреждения если их находят потому что иногда например разрушившийся изолятор да поврежден и нарушили свои свойства его визуально определить невозможно но он каратит вот то есть они видят очевидные повреждения иногда их автоматика электроника позволяет им как-то сузить периметр поиска да и вот этот вот самый про промежуток трассы на котором можно искать а иногда приходится сплошную ножками пойти и определенным образом подвергая себя риску да то есть они ходят специальных защитных сапогах они сходятся с изоляторами да вот чтобы самим не попасть под шаговое напряжение так называемого вот по крайней мере задачу визуального определения очевидных повреждений да провисший провод упавший провод оборванный провод упавшее дерево покосившиеся опоры упавшая опора на самом деле вполне может сделать беспилотник вот когда уже очень сложные например там замыкание да ну вот это понятно что без людей здесь как говорится не обойтись да вот соответственно первоначальные инвестиции хоть дроны небольшие но эксплуатационные расходы значительно ниже потому что людям вот этой самой аварийной выездной бригады овз ей приходится платить достаточно значительные деньги содержать ее в состоянии скажем так готовности на выезд и так далее так далее так соответственно мониторинг здесь большой на мониторинговые миссии мониторинг в строительстве дрон может мониторить строительные площадки они в том числе используются для создания 3d моделей так называемого цифрового двойника цифрового цифровой модели цифрового образа они используются при составлении карт местности мониторинг дронами с определенной периодичностью произведений замеров или там видеосъемки да позволяет отслеживать прогресс строительства а также позволяет выявлять отклонение от проектной документации то есть если например в ситуационном центре в моделях в образцах заложены образцы проектной документации то дрон облетом и составлением 3d скажем так модели 3d карты строящегося объекта может в принципе обнаружить отклонение от проектной документации инспекции зданий то есть дроны могут не вызывая что называется альпинистов можно привлечь операторов вот эта самая беспилотная система альпинисты в настоящий момент стоит дорого стоит дорого дроны может могут проверять фасады крыши зданий могут проверять там ну не знаю высотные трудодоступные объекты и собственно говоря дрону не требуется разрешение на проведение высотных работ как это происходит ну то есть ему надо согласовать облет собственно говоря да но это не то же самое чтобы тестовать подготовить держать в штате человека с допуском на проведение высотных работ это совсем другое дело вот то есть использование дронов в данном случае позволяет избежать необходимости отправлять работников на высоты с точки зрения сравнения экономических аспектов но в принципе затраты на дрон в как бы комплект да достаточно низкие чем например арендовать строительные леса вертолеты вызывать альпинистов использовать высотные что называется сооружения на стремянки вот эти вот использовать страховочных вы знаете да и что при работе со стремянкой обязательно используется страховочный человек то есть нельзя в одиночку проводить такие эти высотные работы да вот использование дронов в данном в данном аспекте вот при строительстве, при контроле, мониторе строительных площадок, инспекции зданий. Это все-таки быстрая обработка данных и возможность быстрого оперативного реагирования на проблемы. Так, что у нас дальше? Ну, понятно, что вот этот облет, мониторинг разнообразный, да, инфраструктура РЖД, инфраструктура сетевых компаний, в том числе летные проверки аэронавигационного оборудования, они, кстати говоря, дроны осуществляют, то есть это любая периметральная, например, там какая-то съемка, да, то есть про охрану мы поговорим чуть позже, но вот, например, с точки зрения природопользования, дроны позволяют осуществлять мониторинг экосистем, то есть они позволяют наблюдать за состоянием лесов, водоемов, разных природных объектов, природных ресурсов, да, то есть вот, например, ну, скажем, целостность, да, могут выявлять незаконную вырубку лесов, могут выявлять загрязнения, потом дроны могут помогать оценить ущерб при природопользовании, например, после стихийных бедствий дроны могут быстро облететь территорию, предварительно оценить ущерб и с точки зрения, ну, не знаю, сколько, например, площади леса или там единицы деревьев, например, повалено, да, такая вот, например, задачка может быть, а также дроны могут помочь в планировании предстоящих восстановительных работ, ну, то есть прежде чем посылать людей на аварийно-восстановительные работы, дроны позволяют понять картину, потому что фактически увидишь как бы через камеру своими глазами, да, вот, соответственно, в данном аспекте дроны значительно сокращают время на обследование больших территорий, особенно труднодоступных, ну, и, собственно говоря, здесь исключается человеческий фактор, то есть направление человека в зону будущих аварийно-спасательных работ после, там, стихийных бедствий и так далее, и так далее, тоже, на самом деле, связано с рисками, да, дрон не жалко, он позволяет снизить риски ошибок и сберечь людей, ну, и, собственно говоря, там, повышать точность данных. С точки зрения контроля транспортной инфраструктуры дронов, да, дроны могут мониторить дороги, мосты во всем их, не то что скажу, периметре, да, во всей их сложной геометрии этих сооружений, да, дроны могут выполнять регулярные проверки, в том числе состояние дорожного покрытия, да, то есть направлять людей, оценивать инженеров по дорожному строительству, визуально оценивать состояние дорожного покрытия и мостов, там выявлять трещины, другие повреждения могут вполне дроны. Они могут пролетать километры, десятки километров, да, там, им гораздо большее расстояние в зависимости от задачи модели дрона, емкости аккумулятора и так далее, и так далее. И, соответственно, потребление электроэнергии в ходе выполнения вот этих самых задач. Тщательность, точность, я уже не говорю там про, когда топосъемка осуществляется, очень, помимо хождения ножками, часть топосъемки уже давно выполняют дроны, да, это уже данность, это не будущее. Обследование железнодорожных путей, монотонная, рутинная работа, когда глаз приедается у инженера Путейского, да, могут, собственно говоря, дроны, ему без разницы, он проверяет состояние и сравнивает с эталоном, да, рельсов, контактной сети, шпалы и так далее, и так далее. Вот, соответственно, дроны заменяют в большом количестве инспекторов, специализированную технику в данном аспекте с точки зрения контроля транспортной инфраструктуры, осуществляют быструю, безопасную проверку объектов. Соответственно, это позволит сокращать время простоя, повышать безопасность. Летные проверки аэронавигационного оборудования, да. Допустим, дроны могут проверять состояние наличия, отсутствие повреждений у радиомаяков, разного рода навигационных систем. Дроны используются для проверки работоспособности этого аэронавигационного оборудования. Важно, в принципе, важный аспект для обеспечения безопасности полетов, то есть постоянно. Вот, это экономичнее, безусловно, чем традиционные методы, потому что маяки тоже часто находятся на высоте. Исключается человеческий фактор, снижается риск ошибок, надежность данных, да. То есть, в принципе, вот в этих отраслях использование дронов не только практикуется, потому что это, ну, как бы целесообразно, это еще и экономически обоснованно, да. Следующий аспект – аэрофотосъемка и картографирование, да. Картографирование геодезии давно уже используют дроны для решения задач этого сектора деятельности с оснащением высококачественными камерами, часто оснащаются лидар-системами, GPS-системами, потому что нужна и привязка к местности, да, то есть и контактирование с маяками, с вешками, да. Соответственно, дрон в данном случае выполняет запланированный по программе маршрут полета, собирает изображения или данные с помощью своих сенсоров, данные обрабатываются, создаются карты, создаются определенные модели рельефа, там другие геодезические разные продукты, материалы и так далее, и так далее. Соответственно, в данном аспекте, в аэрофотосъемке, в картографировании, дрон точно уже позволяет значительно, причем сокращать время на сбор данных, он снижает затраты, в принципе, по сравнению с традиционными методами, да, картографирования, такие как наземная съемка. Вот, потом во многих аспектах вы услышите применение дрона хорошо тем, что оно, то, что дрон позволяет достигать трудодоступных мест, в том числе и опасные высоты, опасные возвышенности, опасные заглубления, да, там и так далее, и так далее. Вот, в принципе, в некоторых сложных условиях дроны просто незаменимы, потому что использование командирования человека в эту местность, ну, сопряжено с рисками, с повышенной оплатой, да, в принципе, просто с опасностью, да, для человека, бог с ними, с выплатами. Следующий аспект, так, ну, модная штука, так называемый дрон рейсинг, да, как вид спорта, это уже, в принципе, ну, как бы данность становится популярным, этот вид спорта год от года, привлекает внимание зрителей, участников, как это помимо крысиных бегов, тараканов и формула-1 гонки и забега и богунов, да, вот уже дрон рейсинг. В принципе, с точки зрения организации соревнований по вот этим самым дрон рейсингу, наверное, чаще используются открытые площадки, хотя, в принципе, используются уже и закрытые помещения. Я уже не говорю про фигуры высшего пилотажа, которые используются на соревнованиях по дронам. Участники управляют дронами, проходя через различные препятствия, трассы, часто используются FIPV очки, то есть прямого зрелья для лучшего контроля. Вот. Для дрон рейсинга, как и, в принципе, для любых гонок, да, используются специализированные дроны. Ну, то есть, понятно, что КАМАЗ-мастер – это не серийный КАМАЗ, да, вот. И капризные двигатели скоростные формулы-1 – это совсем даже не спортивные машины, которые мы можем встретить на улицах, да, и уж точно не рядовые машины для обычной, что называется, городской езды. Вот. Специализированные дроны для дрон рейсинга могут развивать высокие скорости, маневрировать в сложных условиях, для этих задач создаются, да. То есть, очень часто участники, создатели модифицируют свои дроны для повышения производительности, да. Как есть, в том числе, там, гонка на тракторах, там, такие уже появляются сообщества, да. То есть, инженерная мысль с точки зрения создания объектов для рейсинга, она не стоит на месте. И люксовка, и инженерные решения, там, я уже не говорю, там, про битву роботов, да, вот, они уже достаточно широко распространены. В принципе, дрон рейсинг привлек уже давно внимание медиаиндустрии, стал основой для создания уже профессиональных лиг, турниров, там, дрон рейсинг, лига, ДРЛ, да, ну, некой новой возможности для спонсорства, коммерциализации. Вот, дрон рейсинг, в принципе, развивает навыки пилотирования технических знаний, осуществляет популяризацию, вот, беспилотных летательных аппаратов, способствует развитию технологий, используемых в БПЛА. То есть, индивидуальные инженерно-технические решения могут использоваться потом в серийных моделях, да. Соответственно, вот разные варианты этих самых дрон рейсингов гонок, да, гонки на открытой местности, фигуры пилотажа и так далее, и так далее. Так, шоу-бизнес, да, и различные... Шоу-бизнес и различные воздушные съемки мероприятий, да. Как правило, для съемки, там, артистов-спортсменов используются дроны с камерами высокой четкости, стабилизаторами, там, DJI Phantom, например, или Mavic, да. Также могут использоваться системы FPV первого лица для более динамичной съемки. Соответственно, оператор управляет дроном Земли, выбирает оптимальный, там, ракурс, высоту съемки, приближение, отдаление. То есть сейчас достаточно много эффектов. Как, например, развивалась видеоиндустрия съемки разных торжеств фотографирования и видео, да, точно так же сейчас уже используют дроны для таких целей, для эффектных съемок с высоты, с приближением, отдалением и так далее, и так далее. Все, что угодно там. Начиная от свадеб, заканчивая серьезными массовыми спортивными или культурными, там, допустим, мероприятиями, медийной сферы, да. Вот. Дроны выполняют, там, как автоматический полет и по заданию, заданным маршрутом, так и, в принципе, могут управляться вручную для более творческого подхода, как оператор, да. Помните на свадьбе, да, нас обогнала на дикой скорости машина с оператором, который высунулся на полкорпуса, чтобы снять ракурс, там, машины, где едут жених и невеста. Ну, вот здесь вот примерно абсолютно такие же, как бы, вещи, да. Вот. В принципе, дроны могут обеспечивать уникальные ракурсы, перспективы, которые невозможно получить, ну, собственно говоря, видеооператорам с земли, да. Поэтому стали особенно популярны на концертах, свадьбах, спортивных мероприятиях, там, и так далее, да. Вот. Соответственно, в сравнении, там, с традиционными методами, ну, здесь, наверное, все уже понятно, да. То есть, там, какую-нибудь фигуру пилотажа, прыжок гимнастов под куполом цирка, там, или, допустим, какие-то вот такие вот спортивные достижения, да, запечатления в моменте, которые, ну, иногда практически недоступны для фотографий, но доступны для видео, и уж точно, допустим, там, с определенного ракурса, да. Это, естественно, дешевле, чем съемка с вертолета, аренда вертолета сумасшедших денег стоит, да. Или использование стационарных камер с серьезной инфраструктурой, вот эти вот самые, так называемые, леса, подъемники, да, то есть, управляющие вот эти вот конструкции, это достаточно дорого. А дроны, это дешевле, быстрее, исключаются, опять же, ну, какие-то опасности, да, автоматические и так далее, и так далее, полеты. Вот. Собственно говоря, здесь направление для креативного творчества просто огромное, да. Так, с точки зрения использования дронов в охранном бизнесе, да. Ну, например, почему используется бизнес в охранном, да, то есть, на чем, как бы, с факторов. Снижение человеческого фактора, во-первых, да, то есть, дроны не подвержены таким недостаткам человеческим, как невнимательность, усталость, халатность, лень, злоупотребление, сговор, да, это значительно позволяет повысить уровень надежности охраны и использования дронов, особенно когда он в комбинации, может быть, где-то в дублировании, а может быть, в совмещении в комбинации с человеческим, да. Увеличение зоны охвата. Безусловно, тут дроны 100 очков вперед дают человеку, да. Дроны могут быстро и эффективно облетать большие территории, что позволяет охватывать большое количество объектов за меньшее время. Это практически недоступно, что называется, обходу охранников по гигантской территории. К тому же дрон в какой-то степени не заметен, менее заметен, чем обход человека, особенно на большие значительные площади расстояния с автомобилем, например, с мотоциклом, там, я не знаю, с велосипедом, электро каким-то, да. Вот. Дроны могут работать в режиме реального времени, обеспечивая постоянный контроль за охраняемыми объектами, да. То есть это очень, как бы, важный такой вот аспект, потому что с ЧОПами, с охраной все значительно сложнее. И хотя первоначальные инвестиции в дроны и системы наблюдения охраны могут быть высокими, но в долгосрочной перспективе в операционных затрат они дают 100 очков, опять же, вперед ЧОПам, так как требуют меньше человеческих ресурсов. Соответственно, где в охранном бизнесе применяются дроны? Так, во-первых, это периметральный облет территории, регулярный облет охраняемой территории. Это тебе не подсвечивать аллеи и периметр, да, чтобы охранник обошел и посмотрел, все ли там хорошо, а притаившегося, например, какого-нибудь злоумышленника заметить не сможет. Дрон, в отличие от него, может, не включая света, находясь неосвещенным, используя камеру, допустим, ночного видения, да, обнаружить там, ну, как бы нежелательные проникновения, инциденты и так далее, и так далее. Дрон, опять же, может с помощью нейросетки, с помощью искусственного интеллекта и своих образцов, эталонов моделей сравнивать эталонное положение и какие-то, не знаю, расположения, да, объектов, да, вещей каких-то и все такое прочее. Вот, что, опять же, ну, вот в данном случае снижение человеческого фактора для дронов, да, это, ну, незаменимая вещь, да. Дрон может быть с функцией автоматического полета, в этом случае он ориентируется, например, по GPS, по радарам, по привязке, может иметь камеры высокого разрешения и с тем передачи данных в реальное время, да. Дроны могут обнаруживать нарушение периметра, попытки несанкционированного доступа, да. Облеты дронов в охранном бизнесе могут стать хорошим дополнением к видеофиксации, к стационарным камерам, поскольку обеспечат в данном случае более широкий угол обзора и динамичный, вы знаете, да, камеры с поворотом, они, ну, как бы гораздо дороже, чем стационарных камер с фиксированным углом, да, вот. К тому же дроны, в отличие от камер, имеют возможность, стационарные камеры имеются в виду, да, и даже поворотные, имеют возможность быстро в реагируемые инциденты, да. Интеграция дронов в существующем системе наблюдения, да, это, ну, как бы вообще, скажем так, задумка высшего пилотажа, она позволяет и экономить на сотрудниках ЧОПа, да, и позволяет, там, я не знаю, проследить слепые зоны стационарных камер, предоставить дополнительные данные, вот. Потом дроны позволяют проводить анализ данных о местоположении, дроны собрали данные о перемещении объектов на храняемой территории, идентифицировали, например, точнее, собрали данные, система идентифицирует легальных посторонних лиц транспортные средства, например, да, то есть объекты законные, легальные, нелегальные, да. Вот, соответственно, это позволяет достаточно быстро реагировать на потенциальные угрозы, давать информацию ситуационному центру, тому, кто принимает решение о том, что, ну, что-то, возможно, происходит не так, то есть некая, как бы, предсказательная такая аналитика, да, дроны позволяет и это тоже собрать. Закупка дронов оборудования, конечно, может потребовать значительных затрат, но, опять же, и здесь они оправданы в долгосрочной перспективе, поскольку дроны требуют меньше постоянных операционных затрат, ну, минус зарплата, плюс заряд аккумулятора, да, понятно, что это совершенно разные стымостные масштабы, да. Соответственно, дроны экономически выгодны в долгосрочной перспективе. Они могут работать круглосуточно, без перерывов, только знай, заряжай, отправляй, программируй, контролируй и так далее, и так далее, да. Соответственно, уровень безопасности людей по сравнению с традиционными охранниками, естественно, выше, да. Вот, поэтому использование дронов на таких вот облетах, полетах, мониторинге и так далее, и так далее, это, на самом деле, очень важно. Следующая отрасль, которая довольно сильно развивается, это использование дронов в поисково-спасательных операциях. Это, скажем так, вообще незаменимая вещь в силу того, что дрон может облетать большие расстояния и может попадать в трудонаступные места, да, то есть проведение поисково-спасательных работ, да. Что может делать дрон при... и базы беспилотной авиационной системы в поисково-спасательных мероприятиях? Они могут делать обзор местности, поскольку дроны быстро и эффективно обследуют большие территории. И это, опять же, повторюсь, особенно важно в труднодоступных, опасных районах. Дроны могут подниматься на высоту, могут подниматься в горы, особенно там достаточно часто пропадают люди, да. Вот, они могут предоставлять обзоры местности, которые невозможно получить с земли. Тепловизионные камеры, которыми оснащены дроны, позволяют обнаруживать людей по их тепловому следу, даже в условиях плохой видимости. Ну, например, там, густой лес, ночь, туман, например, да, вот обратите внимание, тоже аспекты. Не всегда собаки, кстати говоря, справляются, помогают МЧСникам, например, или аварийно-спасательным службам, поисково-спасательным службам искать. Вот. Потом дроны с... оснащенные, скажем так, системы баз, современный баз беспилотной авиационной системы вместе с дронами, да, оснащенные искусственным интеллектом и использующие алгоритмы машинного обучения, могут распознавать объекты и анализировать изображения. Соответственно, это позволяет несколько автоматизировать процесс поиска, уменьшить время, необходимое для обнаружения, например, пропавших людей. Передача данных в реальном времени. Дроны могут передавать видео и данные в реальном времени, что позволяет спасателям оперативно принимать решения и корректировать свои действия на основе полученной информации. Когда, например, еще спасатель доберется до того места и передаст информацию, в каком состоянии там находится, ну, как бы, искомый объект или человек, или что-то еще, да, смотря, что или того ищут. Соответственно, дроны могут быть незаменимы с точки зрения доставки помощи в труднодоступные места. То есть дрон может доставить медикаменты, воду, необходимые предметы в труднодоступные места, пока спасатели добираются до пострадавших, да. Ну, соответственно, с точки зрения сравнения стоимости, например, эффективности, да, то есть для этих поисково-спасательных аварийных работ, да. Понятно, что использование дронов там специализированных, наверное, да, это недешево, но из-за охвата больших площадей и критических ситуаций, когда время, каждая минута на счету, да, это все-таки очень важно, да. И здесь в данном случае вопрос, на самом деле, экономики, он здесь не стоит, потому что, ну, скажем, человеческая жизнь в данном случае важнее, да, чем экономика применения дрона. Так, следующий аспект. Мы переходим к агропромышленному комплексу и сельскому хозяйству. В принципе, наверное, это сфера, в которой дроны массовое распространение, их использование, да, получили раньше. То есть эта сфера начала несколько раньше, например, там развиваться, да. Значит, чем полезны дроны в сельском хозяйстве? Я думаю, наверное, многие уже об этом знают, да. Во-первых, дроны могут мониторить посевы и состояние растений. Они используются для аэрофотосъемки и создание так называемых ортофотопланов полей, да. Это позволяет, ну, допустим, агрономам, инженерам, а иногда и зоотехникам отслеживать состояние посевов, выявлять проблемы. Ну, вот если мы сейчас про растеневодство говорим, да, то дроны могут выявить, помочь выявить вместе со своими системами, да, наблюдения и анализа информации болезни, вредителей, недостаток влаги, например, да, особенно, когда мы говорим про большие посевы. Понятно, что это не сад, не огород, да. То есть это сотни-сотни гектар различных посевов, да. При использовании специальных камер, например, мультиспектральные, да, то есть, ну, разбег спектра, да, они могут захватывать данные в различных спектрах. Инфракрасный, например, да, или УФЛ, или видимая человеческому глазу зона, что помогает в анализе здоровья растений, например, да, это уже точно недоступно для человека, да, то есть он точно не может сделать такие вещи. Вот, дроны могут помогать в анализе почвы, то есть дроны могут собирать данные о состоянии почвы, включая уровень влажности, рыхлости. Они могут брать пробы для того, чтобы оценить, например, содержание питательных веществ. Соответственно, это позволяет оптимизировать использование удобрений, воды, ну, еще каких-то, например, там, как хотел сказать, присадок, да. Вот. Потом применение средств защиты растений, биологических или химических, да, ну, несмотря на то, что мы вроде как все против химии, да, тем не менее продолжают использоваться и химически, и биологически. Дроны, естественно, могут быть оснащены распылительными системами для точного внесения средств защиты растений и удобрений в почву. Соответственно, это при должном технологическом расчете, технологии внесения, да, позволяет снизить количество химикатов. То есть это не трактор прошел и раскидал там, к примеру, да, хотя на самом деле от дозаторов весовых, объемных, жидкостных зависит, конечно, доза внесения в почву удобрений и средств защиты растений, да. Вот. Но, по крайней мере, дроны могут, скажем, как это, до облет, например, определенный сделать, да. Ой, ты здесь там плохо внес, здесь плохо прокопал, да. Дрон, соответственно, там, где густо, уже не делает, а там, где ветром, например, снесло вот эту самую пульверизатор, да, струю, он может пройти, например, еще раз, если это нужно, если агроинженер, агроном принял решение о необходимости такого, да. Дроны позволяют решить задачу планирования и управления урожаем, поскольку с помощью дронов можно проводить, проводить анализ урожайности, планировать сбор урожая, собственно говоря, да, то есть, ну, вот, как там вообще у нас уродилось или не уродилось, сколько примерно возможно будет. Ну, понятно, что по листве, ботве определить урожайность картофеля, ну, собственно говоря, наверное, сложно, да, но вот, например, картофель, клубни на поверхности не показывается, но вот, например, морковь, свекла и другие овощи борщевого, да, ну, та же самая капуста, лук, да, в какой-то степени у них же, собственно говоря, плод показывается на поверхность, да, то есть, можно, например, оценить. Хотя не всегда, это не всегда на самом деле. Вот, но, по крайней мере, какое-то представление об урожайности может помочь дрон. Оценка ущерба в сельском хозяйстве. Увы, сельское хозяйство остается высокорисковым, да, иногда вместо урожая возникает ущерб, да. После стихийных бедствий или, там, неблагоприятных погодных условий, да, там, могут помочь оценить неурожай или ущерб и помочь в принятии решения о восстановлении, да, то есть, опять же, для площадей, да. С точки зрения использования, какие там, ну, к примеру, какие требования к дронам, да, понятно, что это очень сильно зависит от задач. Для мониторинга посевов подойдут дроны с камерами, а для распыления модели с высокой грузоподъемностью, например, да. Понятно, что оснащение там камерами и сенсорами, то есть, дрон для агронома, агроинженера, да, он один. Дрон для того, кто занимается обслуживанием посевов, он, скорее всего, другой, да. С точки зрения сравнения затраты эффективности с тракторами, навесами, сельхозтехникой, сельхозоборудованием, сельхозпроспособлениями и людьми, например, да. Закупка дронов оборудования, хоть и в первоначальном закупе может оказаться, ну, как бы, серьезной суммой, да, но ее точно не сравнить с закупкой техники и приспособлений для, например, мониторинга и внесения в почву, например, там, удобрений не на состоянии весеннеполевых работ, пахоты до засева, да, а вот уже, когда произрастает, когда повредить, собственно говоря, растения уже нельзя, да. То есть, вот здесь, мне кажется, дроны хорошо... Да это не только, на самом деле, мое мнение, то есть, эксперты рынка говорят, что здесь дроны очень хорошо помогут в этом плане, да. Вот. Во-первых, еще второй аспект. Цены на дроны постоянно снижаются. То есть, чем более серийные, не уникальные, собственно говоря, мы получаем образцы, а темпы роста дронной технологии, скажем так, они колоссальные, да. То есть, они могут вполне быть сравнимы с темпами роста технологий по информационным технологиям, да. Вот. Собственно говоря, при снижении цен потребители, естественно, выигрывают, да. Обслуживание и эксплуатация. Дроны требуют, конечно, регулярного обслуживания и зарядки. Ну, то есть, у них тоже есть изнашивающиеся части, трущиеся части, особенно если вдруг дроны эксплуатируются в агрессивной среде, да. То есть, у них тоже есть ротор, что называется, да. Вот. То есть, у них тоже есть подшипники, ну, или там, не знаю, инерционные двигатели и так далее, и так далее, да. Вот. Но, понятно, что есть расходы на регулярное обслуживание и зарядку дронов, но, по крайней мере, это с зарплатой, выплатами людьми, людям и там эксплуатацией ГСМ-техники несопоставимо. А учитывая, что цены дронов неуклонно падают, а цена ГСМ горюче-смазочных материалов неуклонно растет, то, в принципе, ну, для некоторых задач агрономических задач использования, очевидно, уже, да. Вот. Причем, обучение персонала для работы с дронами, оно, на самом деле, ну, когда преодолевается барьер джойстика, использование ЧПУ, так называемого, да, то есть управление дрона по программе, да, собственно говоря, все становится гораздо проще и интереснее и эффективнее, да, чем, скажем, эксплуатация, там, техники с навесами, с приспособлениями, да, вот. Ну, тут больше, конечно, такие эти самые, то, что вряд ли, вряд ли дрон сможет затюковать сено, вот, но, по крайней мере, скажем так, как внесение какого-то, ну, внесение какого-то, какой-то химии или биологии, например, да, он поможет в этом плане, да. Значит, с точки зрения логистики, да, мы переходим к сфере использования дронов в логистике. Многие мечты, собственно говоря, использования доставки товаров, да, то есть это как футуристическая такая картинка о том, что держите открытым окно, сейчас дрон принесет вам посылку, да, в форточку примите этот самый, этот дрон, да. Конечно, здесь пока еще многое остается из области футуризма, но инвентаризацию на складах дроны уже эффективно позволяют проводить. То есть не надо, как это, комбилифт, вилочный погрузчик, да, и вот этот самый подъемник для людей поднимать на высокие этажи для того, чтобы провести инвентаризацию. Дрон спокойно по штрих-кодам на ОРЦ, на складском комплексе все просканирует, все проверит, наличие, отсутствие, сообщит систему, инвентаризацию облегчит значительно, да. И, собственно говоря, не обязательно для товаров, только стоящих на высокой полке, да. Инвентаризацию он, в принципе, может проводить везде. Он может спокойно спуститься на пол, ему не проблема, да. Не обязательно дрон в висящей воздухе, он может садиться и взлетать. Вертикальный взлет, одно из, и перемещение по любым, что называется, направлениям, траекториям для этих винтокрылых не представляет, собственно говоря, никакого труда. Для этого они и создавались, да. Ну вот, футуристическая картинка о том, что дрон принес посылку, положил на стол в открытое окно и улетел. Это, ну, такой а-ля Карлсон, да, доставка товаров. Это, конечно, технология будущего. Здесь много еще чего не решено. Здесь пока, на самом деле, очень много задач, проблем и так далее, и так далее. Я уже не говорю про человеческий фактор. Открытое окно, погодные условия и все такое прочее. То есть это пока, конечно, еще из области футуризма доставка посылки, что называется, в открытую руку. Это, скорее, такие пока позитивные картинки, да, там, нежели какая-то данность, да. Вот. Но, тем не менее, вот, видите, дрон-птичка, двукрылый, да, доставляет посылку в многоквартирный дом. Вот. Много таких динамичных. Но с точки зрения задач доставки небольших грузов, то есть заменят ли, например, дроны доставщиков, да, с рюкзаками на электровелосипедах и так далее. Это, конечно, вопрос. Это, конечно, вопрос. То есть еще, на самом деле, здесь есть о чем подумать. Может быть, часть задач дроны возьмут как бы на себя, да, в этом плане. Но вот с точки зрения перевозки грузов на большие расстояния, если это малые, вот, скажем так, функцию почтового голубя дрон выполнит, да. То есть это вот как бы задача такая, да, то есть на значительное расстояние. Ну, вы уже видите, да, то есть, в принципе, БПЛА, задачу шпионажа и почтовый голубей доставки разного рода грузов, да, они, в принципе, ну, как бы решают. Наверное, с точки зрения сферы использования БПЛА рассказ завершаем. Наверное, в следующих видео смотрите на нашем канале, подписывайтесь. И на нашем портале решения Верной РФ информации есть об этом. И на нашем Ютуб и Рутуб каналах это есть. В принципе, я думаю, что выложим в другие социальные сети. Будем продолжать развивать эту тему про технологии, использующиеся в дронах, про методы образования и так далее, и так далее, технологические аспекты. Вот, то есть постараемся доводить до вас эту информацию. Хотя информации сейчас в интернете достаточно много. Спасибо за внимание. С вами был консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Удачи вам. Используйте перспективные технологии в вашем бизнесе. Экономьте операционные затраты. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok